Последний дом покидает кошка Соня. Все остальные вещи уже грузят в машину. Тут и мебель, и кое-какая бытовая техника, кухонная утварь. В общем, всё то, что создавало уют Елене в заброшенном бараке. Избушку, в которой Елена Ивановна со своим сыном и невесткой прожила последние три месяца, покидает без какой-либо ностальгии и сожаления. С удовольствием съезжаем с этого жилья. Забрали все вещи свои, всё, что было привезено с прошлой квартиры. Просто было бы гораздо интереснее и радостнее, если бы мы переезжали в своё жильё. Мы переезжаем опять во временное. Человек увидел прошлый репортаж, просто предложил нам свою квартиру пожить пару месяцев. Женщина осталась без крыши над головой после того, как её двухэтажку расселили по программе ветхого жилья. Но ключи от полагающейся ей новой квартиры так и не получила. Свекровь, которая была одним из собственников старой квартиры, умерла. И теперь, чтобы доказать право на новую жилплощадь, приходится ходить по судам. И вот на днях ей позвонил незнакомый человек и предложил пожить в двухкомнатной квартире абсолютно бесплатно. Случайно телевизор включил, если новости, как раз этот сюжет. Ну мы же люди, должны помогать друг другу. Тем более зима на дворе и дети, и женщина. Ну а почему нет, когда квартира свободная практически. В этой квартире, по словам мужчины, раньше жили его родители. Сейчас она принадлежит его сыну, но пока стоит пустая за ненадобностью. Свет, вода, тепло, все блага цивилизации, всего того, чего не хватало женщине в её прошлом жилище, тут есть. Чтобы Елена не смогла поставить стиральную машинку, мужчина даже просверлил дыру в трубе для подачи воды. А сегодня провёл кабель для телевизора. А вот этот вот желобок у нас вот, его вниз вот так вот всегда на зубчике мы стоим. Я вот так же, вот как сейчас, была в замешательстве. То есть, ну неожиданно, просто в наше время есть, оказывается, люди отзывчивые отзываются на чужую беду. Но я до сих пор не верю, правда. С трудом верится. Спасибо огромное. Я не знаю, я очень благодарна этому человеку. Ну реально спас. Жить в этой квартире семье разрешили столько, сколько понадобится. Однако женщина не собирается задерживаться здесь. Елена воодушевлена и надеется в ближайшие месяцы справить новоселье уже в своей новой квартире. Устраиваетесь? Удачи вам. Спасибо. Переводится. Ну а новоселье свои силами тут справить. До свидания. Всего хорошего. Антон Шевчук, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.